Вы понимаете, так в порядке 82 миллиардов решений. Значит, наше решение — это мониторить состояние человека пожилого, который живёт один. Этой программой могут пользоваться его родственники, или, если человек совершенно один, — социальные службы. Например, в Японии был случай, когда социальные службы пришли к человеку, стоим было 10 лет, и нашли его умерт, и он был умерт уже несколько лет. В Японии — это проблема больших скандалов и большая проблема. Значит, что наша программа планировалась делать? То есть, она просто работает как emergency-вариант, так и daily-monitoring. Emergency-вариант — это, например, если у меня есть daily-pulse, если надо резко изменилось состояние человека. Какая модель, где? Сейчас. Daily-monitoring — это у любого человека в возрасте есть паттерны, он каждый делает, в принципе, не те же действия, и наша идея была измерять то, что он делает, и смотреть, насколько это отличается от того, что делает обычно, или какие-то вещи, что с ним происходит временно. То есть, мы собрали данные, то есть, данные из телефона, мы можем использовать это, в принципе, для целей на курсник. То есть, собираются данные, определенные действия, то есть, это данные, которые мы собирали лично, то есть, сами генеральный дата-сет. То есть, например, ходьба — это вводение. Что мы сделали на данный момент? Мы собрали наш дата-сет, обучили два варианта. Вот была одна нейронная сеть регурентная, одна fit-forward dynamic series prediction. Скажем так, точность пока недостаточно высока, то есть, именно на нашем дата-сете, который мы собирали. То есть, она порядка 40-50%. То есть, мы написали программу, которая в реал-тайме считывает с телефона, что человек делает, и пытается предугадать. То есть, она на техниках это реакции. Собственно, ну, пока к большой точности додиться мы не смогли, но это работает. В общем, на том открытом дата-сете, который в интернете мы получили нормальную точность, а, так сказать, на сырых данных своих с телефона, в общем, не зашло, короче. Там, видимо, нужно немножко предобработку, немножко, ну, немножко глубже данные продумать, сырые, получается. Вот. Масло без пальца — все. Там была высокая точность, а тут... Да. У нас инкредитар... Мы можем live-demo показать. Да. Ну, оно не работает. У вас были сигналы. Кстати, у вас были уже предрисвлеченные ключи, как бы. Это было подобным эффектом. Смотрите, если вы предобработали так, то можно построить, что-то модель. Какая-то идея сигнала, спросили девайс, и всякое такое, чтобы воспроизведение. Ну, где вам что-то пошло в интернете? Ну, что-то пошло в интернете. Да, мы пытались и в троп-финче, но, да. Да. Мы рассчитывали, там, мы рассчитывали, то есть там, мы делали математику в окне, в троп-финче. А что использовали? У нас две модели. Одна модель, это рекуррентная. Все эти вторая, это фитфуров. Да. Ну, там, она вообще без рекуррентных просто разбивалась по окнам. И, я не знаю, ты в большом презентации там по окнам. Слушай, понимал, что на открытом десетском обличном вы должны были, как бы, там расходы из любого, посетили еще что-то, но мы должны были тут сажены. А зачем? Ну, на публичном, ну, все работает. Ну, на публичном там несложно. Проблема состояла в том, что когда ты со своего телефона в 20-х разданные, оно в итоге, конечно, не работает. Да. Да. Возможно, приятного в том, что у вас вот в 3D-сет была одна частота и специализация данных. Вот именно про это говорите. Вашему работе, да. Я просто сам сталкивался. Ну, мы в итоге пошли по пути, как бы, попытались собрать свой датасет, натренировать на своем. И, скорее всего, либо зафитились, либо недостаточно данных. В общем, как-то так. Я думаю, что мы недостаточно внимания упомнили анализы своих данных. И какой-то их предобработке, они отмышли, перед записью. То есть, грубо говоря, мы взяли данные и глупо запретили в серию, короче. Я думаю, что нам уже было больше времени потратить на анализы своих данных, потому что чуть-чуть их, ну, какое-то маленькое сделать. 30 секунд. Ну, не совсем. Это как бы в одном варианте. Во втором варианте мы использовали обработку. То есть, разбили по окнам, посчитали с помощью всяких моделей статических штуки. В итоге из 12 фич нас вышло около 200. Но, опять-таки, на тех данных, кто заново собирались, оно не предиктиво за что. Ну, в общем, может еще что-то. Сами потом сделаем, да. Потому что тема интересная оказалась. Да. Время закончилось. Спасибо за презентацию, за привет.